Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Ася Лейдар. В эфире информационная программа «Шарайна». На ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 290 тысяч тонн, или 140% от эксплуатационного запаса. Населению доставлено 98% от РЦИТа от потребности на отопительный сезон. В целом, все объекты жизнедеятельности области готовы к началу отопительного сезона. Мечты сбываются, когда цели ясны. В поселке Ошахтар, где 13 лет не было ни воды, ни света, на 100% готовы электрические сети для обеспечения освещения. Еще в течение нескольких дней решится проблема с питьевой водой. Подробнее в нашем сюжете. Ушахтар, где 13 лет не было ни воды, ни света, ни света, ни света, ни света, ни света, ни света. Напомним, несколько месяцев назад раздневанные жители микрорайона Ушахтар отправили президенту видеообращение, в котором говорится, что они долгое время живут без электричества и воды. Вынуждены возить питьевую воду из соседних районов и получать электроэнергию от частного сектора микрорайона «Юность». Сейчас, спустя три месяца, ситуация разрешилась. Жители микрорайона, которые на протяжении многих лет обращались к властям города, наконец получат полноценное энергобеспечение. Согласно договору, проект по освещению должен был быть завершен 30 сентября. И сейчас, по словам главного специалиста отдела строительства Акимата Семея Багдата Мукатая, работы готовы на 100%. Теперь у жителей есть право получить счетчик бесплатно. Их должны предоставить в акционерном обществе ВК РЭК. С лета прошлого года нами начата реализация электросамбжения Ушахтар. Сумма проекта составляет 617 миллионов. На сегодняшний день 100% работ завершены. В данный момент мы занимаемся передачей в отдел ЖКХ документации. Для дальнейшего заключения договора с АО ВК РЭК и заключения договора с самими жителями. Получается, после передачи в АО ВК РЭК будет подключение трансформаторов и в дальнейшем уже сами домов. Общая протяженность сетей воздушной линии составляет 28 километров. Несмотря на то, что энергосистема решена, есть еще одна проблема, которая беспокоит население. Это проблема питьевой воды. Но и она близка к разрешению. По словам мастера участка товарищества, ограниченной ответственностью «Востокстрой», отвечающего за прокладку системы водоснабжения в микрорайоне, из 83 домов, задействованных в проекте, около 750 уже пользуются водопроводом. То есть строительство водопроводных сетей выполнено на 95%. Это подтвердил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Амантаю Тельбаев. Нами была разработана проектно-экспертная документация на строительство водопроводных сетей, внутриквартальных и магистральных. Начало реализации в 2018 году началась реализация данного проекта, финансирование с республиканского бюджета. Как вы видите, на сегодняшний день работы выполнены на 95%. Все сети, которые были в проекте, они были выполнены в полном объеме. Есть те отдельные дома, которые были вне проекта. Ими подрядная организация нами достигла договоренность, что эти работы будут выполнены по социальной ответственности бизнеса без увеличения проектной смертной документации за счет средств подрядной организации. Надо отмечить, что работы по водопроводу должны быть завершены к середине октября. Но, по словам подрядчиков, подача воды ожидается уже в течение двух недель. Нынешний год – юбилейный для Ассамблеи народов Казахстана, игравший важную роль в укреплении межэтнического согласия, сохранения мира и спокойствия в стране. В честь 25-летия Ассамблеи и в связи с 30-летием Татарского общественного центра «Семья» в городском доме дружбы состоялась презентация книги и летопись славных свершений. В трехтомном сборнике бережно собраны материалы из-за три десятилетия истории Татарского общественного центра. В них рассказывается о деятельности и свершениях центра, а также о воспитанниках Татарской школы искусств, их достижениях, о многочисленных концертах ансамбля «Иртыш-Монары» и различных мероприятиях. «Все статьи, которые выпускались в газеты «Жиды Пулат», главным редактором которой была Виктория Купсова, и практически она работала на общественных началах. Статьи казанских журналистов, из газет, из журналов, которые печатались, потому что практически с 1989 года мы уже выступаем, гастролируем. Поэтому интересно будет и просто читателю посмотреть, как жил наш город в эти годы, потому что там не только пишется о работе татарских общественных объединений, допустим, там выступление «Яблочный спас» проводит русский социальный центр, или «Айшабиби» проводит какие-то свои мероприятия, мы там выступаем, это освещается. В общем, я думаю, что это будет и учёным, и историкам, и краеведам интересно, и просто, и не только семичанам». В ходе презентации была использована видеозапись с обращением к землякам автора книги Виктории Купцовской, проживающей сейчас в Новосибирске. «Над этим сборником работа мне далась непросто. Но я рада, что успела завершить её до отъезда из Казахстана, и надеюсь, что сборник со временем станет просто документальным свидетельством, потому что там нет ничего, кроме достоверных сведений и фактов. Я ничего не исправляла в тех статьях, которые подбирала для сборника. Хочу поблагодарить всех тех, кто помог. Это работники архива и библиотек. Я поимённо назвала их в послесловии книги. Ну и что ещё хотелось бы добавить? Я надеюсь, что «Трёхтомник» станет очередным, но ни в коем случае не последним трудом, посвящённым делам, деяниям и достижениям семипалатинских татар. Знаете, что ещё интересно? Что там отметились ведь не только татары. За 30 лет подборка статей, и там отметились все те, кому прямо или косвенно имела отношение команда Габдулхака Габдуловича Ахунжанова. Кстати, этот сборник я посвятила Мариям Ахмедкобировне Ахунжановой. Так что, Габдулхак Габдулович, твоя мама по-прежнему с нами. Надеюсь, что когда я приеду в семей, я смогу наконец-то подержать в руках свою книгу, в которую вложено много времени и усилий. Отметим, что как и в жизни, так и в летописи славных свершений переплетаются свидетельства общественной деятельности нашего региона, где все этносы рукообруку содействуют укреплению своих лучших традиций и межнациональной дружбы. Впервые республиканский военно-патриотический сбор молодежи Айбен проходит в онлайн-формате. Восточно-Казахстанскую область представляет военно-патриотический клуб «Жаскаран» многопрофильной гимназии имени Шакарима города Семея. В день открытия Айбен 2020 участники собрались в экономическом лицее города Семея. Участникам сбора, который проходит уже в течение шести лет, предстоит принять участие в интеллектуальных играх и различных конкурсах, а также соревноваться по военно-прикладным видам спорта и по оказанию первой медицинской помощи. Также среди этапов сбора будет изобретательный конкурс по робототехнике «Смартсорбаз-2020» и «Брейринг». Всего в республиканских сборах молодежи с 28 сентября по 30 ноября принимает участие 17 команд из 17 областей. Команда города Семея состоит из 10 юношей и 5 девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Это мероприятие организовывает Министерство обороны Республики Казахстан при поддержке местных исполнительных органов. Итоги будут обобщаться в столице, и участникам поставят баллы. Стоит отметить, что в прошлом году военно-патриотический клуб «Жаскаран» на республиканском сборе завоевал второе место. В этом году ребята хотят завоевать гран-при. Аселяйдар при поддержке пресс-службы регионального командования «Восток». В течение трех месяцев участковые инспекторы Семея будут проводить поквартирный обход для получения сведений о проживающих, раздавать жителям визитные карточки с контактными данными участкового и дежурных частей отдела внутренних дел. И семейчане должны знать, что это проходит в рамках мероприятия участковой. Сотрудники полиции рассчитывают, что жители Семея с пониманием отнесутся к проведению мероприятия участок и будут оказывать содействие в выявлении правонарушений. С 7 сентября по 1 декабря текущего года на территории города Семея проходит оперативно-профилактическое мероприятие участков. Основная цель – это достижение повышения имиджа участкового инспектора полиции, органов внутренних дел среди населения, установление тесных доверительных отношений с гражданами, а также предупреждение в выявлении и пресечении преступлений в профилактике правонарушений на своем ослуженной территории. Обойдено 17 556 домовладений, выявлено 18 съемных квартир, которые сдавались без соответствующих документов. По всем им составлен материал и направлен в Департамент государственных доходов по городу Семей для привлечения к ответственности. Участковый входит в свой административный участок, где он раздает визитки и знакомится со своим населением, устанавливает доверительные отношения. Также вы можете обратиться к нему по всем интересующим вопросам. В визитке указан полностью сотовый телефон, телефон дежурной части и опорного пункта. В период проведения оперативно-профилактического мероприятия участок для осуществления патрулирования улиц и общественных мест города было задействовано максимальное количество личного состава полиции. Также в ходе рейдов были организованы проверки гаражных массивов автотранспортных предприятий с целью выявления похищенного и угнанного автотранспорта, а также возможных мест их сокрытия для перебивки номеров и узлов агрегатов. Сотрудники полиции проверяют по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом и списочных учётах ОВД, условно-досрочно освобождённых, состоящих под административным надзором. Особое требование – защитное предписание ранее судимых, лиц, состоящих на учёте в службе пробации, алкоголиков, наркоманов, иностранцев, лиц, состоящих на учёте подразделений ювенальной полиции. Добавим, что прежде чем впустить участкового в квартиру, семичане вправе попросить его служебное удостоверение. С 21 по 28 сентября на территории Семейского региона произошли 6 пожаров в жилом секторе и 2 пожара на автотранспорте. А с начала года зарегистрировано 294 пожара, из них 35 произошли на автотранспорте. Два дня назад на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Юности. В бывшем гаражном кооперативе горели деревянные конструкции засыпной крыши гаража, из-за чего находящийся в гараже автомобиль марки BMW 525 полностью сгорел. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Возможная версия – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. А три дня назад поступило сообщение о пожаре по улице Гагарина. Во время временной стоянки автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 1997 года выпуска загорелись детали моторного отсека. Спасатели Семей предупреждают владельцев автомобилей, что незнание или элементарное несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к пожару. Поэтому необходимо помнить основные требования. Не допускается оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков при наличии течи из баков, топлепроводов и карбюраторов, а также с неисправными системами электрооборудования. Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами, а также слив их в канализацию или на прилегающую территорию. Сбор обработанных ГСМ, фильтров, ветоши предусматривается в емкость из несгорающих материалов, оборудованных закрывающимися крышками. Подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещений. Подогрев двигателей открытым огнем, костры, факелы, паяльные лампы, использование открытых источников огня для освещения. Подогрев двигателя, проведение ремонтных работ с применением открытого огня, а также использование открытых участков огня для освещения во время проведения ремонтных работ. Будьте внимательны, пожар в машине может распространяться практически сразу. Запах бензина и горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота – все это факты, предшествующие пожару. Также на автотранспорте обязательно должен быть заправленный, готовый к применению исправный огнетушитель. Соблюдая эти правила, вы убережете свой автомобиль от нелепой гибели. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, смотрите нас на ютубе. С вами была Селия Эйдар, до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»